МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На общем фоне ослабления инфляции рыночные ставки демонстрируются размерное сокращение. Также уточняется, что депозитные организации в третьем квартале нарастили объем депозитов на 832 миллиарда тенге, или на 4,7%. А уровень интервенции Национального банка составил 46 миллиардов. При этом суммарный выпуск нот-регулятора достиг 18,7 триллиона тенге. В квартальном сопоставлении валютные и долговые пассивы финансового сектора увеличились на 240 миллиардов тенге, при уменьшении процентных расходов на 212 миллиардов. Наиболее значительный прирост отмечается по валютным долговым активам на 766 миллиардов тенге. Это свидетельствует о достаточном притоке иностранных активов в связи с относительным увеличением сырьевых цен, отметили в аналитическом кредитном рейтинговом агентстве. Для повышения инвестиционной привлекательности в шести областях Казахстана в настоящее время ведется работа по созданию индустриальных зон. Между тем в 8 регионах страны уже функционируют 23 зоны. Бюджетные затраты на строительство инфраструктуры составили 61 миллиард тенге. Всего запущено 127 проектов, в реализацию которых вложено 136 миллиардов тенге. Из них доля иностранного участия составляет 25,6%. 186 проектов на стадии реализации. Объем производства достиг более 160 миллиардов тенге. В виде налогов возвращено 14 миллиардов. Наибольшее количество индустриальных зон сосредоточено в Южно-Казахстанской области. Совет Организации экономического сотрудничества и развития одобрил заявку Казахстана на вхождение в Комитет по стали. Как сообщает Министерство по инвестициям и развитию, наша страна в качестве ассоциированного члена получит доступ к масштабным аналитическим материалам. Казахстанской стороной была проделана огромная работа по вхождению, которая заняла более пяти лет. Была представлена аналитическая работа по сектору в стране, отчеты о среднесрочных и долгосрочных задачах в отрасли, а также заполненные анкеты и вопросники. Повышение статуса участия в Комитете позволит держать руку на пульсе происходящих событий, следить за их развитием и своевременно реагировать на изменения рынка. Это поможет решать различные вопросы, касающиеся развития черной металлургии в мире на равных правах с другими странами, крупнейшими производителями стальной продукции. Кроме того, это даст неограниченный доступ к имеющимся исследовательским материалам, отметили в Министерстве по инвестициям и развитию. По итогам четвертого квартала прошлого года казахстанская фондовая биржа заработала 681,1 миллиона тенге, из которых чистая прибыль оценивается в 228,7 миллиона. Показатель рос несколько лет на 65-68% за год. Однако в 2016-м был зафиксирован спад на 257,4 миллиона тенге. Капитал за три года вырос на 52,8% с 4,7 до 7,2 миллиарда. Активы казахстанской фондовой биржи также прибавили в объеме. Прирост за аналогичный период составил 49,5%, увеличившись на 2,6 миллиарда тенге. За счет наращивания активов, капитала и увеличения чистой прибыли рентабельность фондовой биржи также росла последние три года. Объем денежных переводов, отправленных из Казахстана за рубеж, в январе этого года составил 35,7 миллиарда тенге. Почти в полтора раза больше, чем за январь 2017-го. Более 40% объема отправлений приходится на Россию – 14,5 миллиарда тенге. При этом доля соседней страны в январе прошлого года составляла 46,6%. Следом идет Китай, куда отправили 5,3 миллиарда тенге. Доля страны выросла с 4,1 сразу до 14,8%. Замыкает тройку лидеров Кыргызстан – 3,9 миллиарда тенге. Рост за год в 2,3 раза. Доля выросла с 7,1 до 10,9%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова